без зубов он будет инвалидом как его по-другому назвать ни одну он не может сам себя обеспечивать едой потому что он зависит от блендера есть родители которые пережевывают пищу до своему ребенку и он не может объяснить что он хочет потому что его речь невнятные по понимает только родители и есть я прям лично вижу своих пациентов которые не ходят в сад потому что он не может кушать ту пищу он может только вот эту вот готовую пищу глотать тут еще шепчет же мама она повторяет дублирует все открываем сереже открываем доктор себе сказал открывать вот этот момент нужно еще объяснить родителю иногда приходит что сопровождает родителя и опас и а то вся семья вся семья до с года до трех лет дети находятся зоне риска в общем дорогие родители с года до трех лет максимальное внимание зубам ребенка если сравнить я тоже очень долго задумывалась почему в австрии очень сильно развита профилактика потому что это выйдет им примерно если они будут лечиться под наркозом как наверно трехкомнатная квартира добрый день в эфире джосухпад меня зовут динара саджан и сегодня у нас в гостях детский стоматолог основатель детской стоматологии disney den маржан марадбек маржан добрый день я сегодня пригласила вас чтобы поговорить о детских зубах и потому что к сожалению у нас очень мало информации мне интересно что мы взрослые должны знать о молочных зубах молочные зубы это в первую очередь врата в наш организм и молочные зубы даны в наш организм ребенку не просто так они даны для того чтобы ребенок сформировался и сформировался правильно со своими зубами с 6 месяцев начинают прорезываться зубы нижние резцы и верхние резцы листы дарян и даны нам для того чтобы мы откусывали пищу произносили звуки они дают нам акустику в полости рта если фронтальных зубов нету то тогда ребенок не может произнести правильный звук жевательные зубы даны для того чтобы он сформировал правильный пищевой комок и чтобы с этой пищи он сформировался здоровым если он будет кушать гнилыми зубами то он заработает себе к 12 годам или к 10 годам уже хронические инфекции это потому что получается кариес вместе с едой попадает в организм это очаг он располагал пища опыт этот зубик обтирается и с этой пищевым комком от этой бактерии попадает в наш пищеварительный тракт и он оседает на похожих тканях стафилококк это основная бактерия который вызывает кариес стафилококк любит ткани сердца почек сустав и миндали у тех детей у которых кариозный процесс распространен и родители не чистят они лечатся часто антибиотиками антибиотики они дают нам дисбактериоз если у нас есть дисбактериоз кишечники то кариозный процесс будет еще больше поражаться потому что стафилококк любит в полости рта окисление а окисление это вымывание гидроксиапатита с наших зубов поэтому нужно устранить вычистить дать ребенку здоровые зубы чтобы когда он кушал он жевал и формировался правильно слушайте получается то есть кариес он не такой безобидный как кажется мне это не зря черная . то есть многие родители и вообще не обращают внимание на молочные зубы ждут когда появятся постоянные до этого времени ну как-то ребенок там не болел может быть может быть у него есть кариес но многие родители я слышу но это же молочный зуб ничего страшного то есть получается ребенок в опасности когда ударили нас опасности и ребенок зависит от родителя и от неграмотности родителей и знаете почему они неграмотны в этом вопросе потому что им в их детстве было не так больно как сейчас у них не было такой проблемы потому что они не ели столько углеводов и столько напитков столько кисломолочных продуктов как кушают это сейчас у них не было быстрых перекусов барни чупа-чупсов изобилия мороженого раньше если это было у наших родителей это было по особым праздникам или по ну субботы воскресенья там может быть так тогда и тогда так сильно наверное не употребляли антибиотики дисбактериоза в кишечнике тоже не было это все взаимосвязано то есть маленькая точечка черная разрушает зуб она питается она просит окисления она питается углеводами за счет того что в этой полости происходит окисление вымываются ткани твердые становятся они гнилыми размягченными и все спускается по этому зубику и в молочных зубах есть иннервация есть нерв и эта иннервация намного обильнее чем у нас у взрослых и в молочных зубах нерв делится на коронковую часть коронка это сам зубик и корневая часть и у детей эти корни коронковая часть она прям такая мясистая в первую очередь она поражается потом она спускается по широким каналам зачаток и все это циркулируется по крови и полости рта если ребенок носит все это время бактериальную флору то у него обеспечена аденоиды аденоиды это получается снижается доступ кислорода если ребенок сражает от нехватки кислорода то он у него будет снижен гемоглобин у него будет анемия и он будет всегда нуждаться в обеденном сне есть такие родители которые говорят вот мне нужно обязательно в обед поспать чтобы я был бодрым потому что у него кислородное голодание если спросить а у вас с молочными зубами как было да у меня были гнилые зубы но они мне не болели сами все выпали но у меня нос не дышит вообще с детства кто-то ходит с открытым ртом всегда и родители даже говорят а это наследственный фактор у нас и папа с открытым ртом ходит и вот дедушка с открытым на самом деле это аденоиды на самом деле это аденоиды это не наследственный фактор это только потому что не исследовано а ребенок который ходит с открытым ртом и спится открытым ртом сформирует еще себе неправильное формирование челюсти. Потому что верхняя челюсть должна перекрывать нижнюю челюсть на 1-2 мм. Если у нас нижняя челюсть во время сна, он закрывает глаза, откидывает голову назад, и нижняя челюсть выезжает вперёд, так она и сформируется. И будет неправильный прикус. Будет формироваться вот так, а не вот так. Вот и всё. И всё это благодаря тому, что ребёнок зависит от своих родителей, и его родители неграмотны, он получает себе вот такой лицевой аппарат. Когда бить тревогу? То есть родитель должен периодически проверять зубы ребёнка, если он видит там чёрные точки, сразу бежать в детскую стоматологию. Я думаю, что бить тревогу нужно уже тогда, когда он, ребёнок в утробе. Ребёнок запланированный. Ну, даже если не запланированный, мама должна думать. Вот родится ребёнок, появятся зубики, и сейчас кариозный процесс распространяется. Он по всему миру, это не только проблема Казахстана, да, по всему миру. И как мне сделать так, чтобы я не попала в этот индекс, чтобы с моим ребёнком не произошло, чтобы я не зависела от стоматолога? В первую очередь, это нужно, чтобы, когда они ходят на обучение по правильному дыханию во время родов, как правильно родить, здесь должен подключаться стоматолог и сказать родители, с первых зубов чистите ребёнку зубы. Берёте щёточку, берёте пасту, там буквально вычищать ребёнку только тот налёт, который остаётся от молока, и всё. И это нужно делать прям периодически, утром, вечером. Ребёнок будет, если это начинать прям с трёх месяцев, когда вы кормите, в виде массажа, то тогда он не будет сопротивляться. А если это родители хочет внедрить с трёх лет, тогда, когда уже личность ребёнка сформировалась, и он не хочет чистить зубы, тогда это будет сложно. А как в три месяца? У ребёнка же в три месяца есть разведёбы? Нет, у него же есть тёсны. И когда мама кормит, она уже должна массировать, да, она должна уже массировать и подготавливать, чтобы ребёнок всё это знал, чтобы это было не с трёх лет. Вообще, конечно, лучше рожать в осознанном возрасте, да? Нет, здесь надо же больше информацию давать, больше информацию давать. Ну вот мы сейчас с вами даём полезную информацию, потому что я... Это надо подключать на государственном уровне. Профилактику кариеса, профилактику чистки, всё это нужно внедрять в детских садах, чтобы это ребёнок слышал и в школе, чтобы он это слышал и в детском саду, чтобы это он воспринимал не только от родителей, да? А не только от мамы, но и чтобы воспитатель сказал, ты зубы почистил. И в школе. Сегодня у нас урок по гигиене. Но у нас нет этой культуры. Эта культура была. Была? Эта культура была. В советское время? В советское время эта культура была. Это была... Вот я не помню, чтобы мне кто-то говорил, чтобы я каждый раз чистила зубы после каждого приёма. Нет, эта культура, знаете, когда эта культура была, был стоматолог в каждой школе. Помните момент, когда нас пофамильно забирают, удалили зубик, мы приходим домой, нам удалили зуб. Да, да, да. И тогда родители... А, ладно, хорошо, да? Вот я, кстати, вспомнила, в первом классе я пришла, я не знала вообще слова, глагол удалить, то есть что это значит. Я пришла к стоматологу, мне сказали, удалять будем? Я сказала, да. И мне удалили зуб. Да. То есть я тогда впервые увидела. То есть раньше в каждой школе был детский стоматолог. Да. Сейчас их нет. Сейчас их нет. Сейчас их вообще нет. Сейчас родителям немного тоже сложно, потому что детская стоматология, если она качественная, то она дорогая. Но дорогая она обоснованная. Обоснована она тем, что психологический статус детского стоматолога, он неуравновешенный. И не каждый стоматолог хочет быть детским. Сейчас, являясь руководителем, чтобы собрать ту команду, которая у меня есть, у меня ушло два года. С первых дней открытия ко мне пришло шесть стоматологов. Из них осталось только один на период карантина. Все эмоционально сгорают. Сгорают они... То есть со взрослыми легче работать, да? Намного. Намного легче. Если взрослому поставить анестезию, он принимает ее адекватно и спокойно лечит. И опять же, учитывая того, что врач тратит свои резервы на уговоры, тут еще шепчет же мама. Она повторяет, дублирует все. Открывай. Сережа, открывай. Доктор тебе сказал, открывай. Вот этот момент. Нужно еще объяснить родителю. Иногда приходит, что сопровождает родителя и опас, и атос. Вся семья. Вся семья, да. И в этот период просто человек может сгореть. Но на самом деле, вот этой семье просто нужно дать информацию, как ухаживать за зубами. Им надо дать информацию, что это важно. Это не мода лечить зубы. Иметь белоснежные зубы. Допустим, вот ребенку три года и к шести годам, они же сменятся через три года, да? Всего три года передние зубы будут служить, и за это я должна оплачивать. Я говорю родителям, а вы представьте себя без передних зубов, и вы будете ходить три года ждать. Вы же этого не позволите. Почему ребенок должен ходить, да, без передних зубов? Почему он должен? У меня Диана ходит без переднего зуба. Ну, я даже не задумывалась об этом. Что ей некомфортно. Она же состояние... Она ждет. Она же это состояние комфорта даже и не знает. Так ей сложилось, что она этого комфорта не знает, что произнеся звук, он никуда не улетит. Мажата, смотрите, но мы, честно говоря, даже я, насколько продвинутая мама, да? То есть, какой вариант? Это вставлять ей зуб? Да, запротезировать. Протезировать. Съемный протез, он очень удобный. Удобный он, знаете, дети очень сильно привыкают, если их смотивировать, что это временно, для того, чтобы... Это массажер для твоих постоянно зубов, чтобы они сформировались правильно. Это гимнастика. А маленьким мальчикам, мы говорим, это каппа, это все спортсмены носят. ты замечал? Вот, посмотри, какие были зубы. Но это не дискомфортно постоянно надевать, а снимать? Опять же, это прививает ребенку уже дисциплину. Он... Бывает часто, дети теряют эти съемные зубики, но потом они настолько к ним привыкают, что они хотят ходить без них. А какие еще есть варианты? Протезирование съемное. Только съемное протезирование? Только съемное протезирование. Есть несъемное протезирование, с ним немного более как бы проблематично, потому что несъемное протезирование, если установлено неправильно, оно может удержать рост челюсти. А съемное протезирование, оно больше удобнее для родителей. Но лучше всего, конечно, не доводить до такого состояния, когда ребенку пришлось удалить зуб. То есть по-хорошему правильно это как? Вот вышли молочные зубы? Вышли молочные зубы, с первых дней мама об этом знает, что они могут легко подвергаться кариесу. Потому что нет эмали, да? Нет, потому что эмаль есть, но она еще не сформирована. Формирование эмали после прорезывания занимает 3,5 года. И формируется она с нашей же слюны. В нашей слюне есть все минералы, есть гидроксиапатит, есть кальций. Она будет проводить ежеминутно эту минерализацию, если зуб чистый. А если он обложен мягким налетом из пеликулы и не дает этому процессу производиться, эта физиология будет в этом случае убывать, будет деминерализации. И если деминерализация будет идти молниеносно, потому что эмаль ваша еще не сформировалась. В этот период нужно обеспечить, сказать, что это зона риска. С года до 3 лет дети находятся в зоне риска. В общем, дорогие родители, с года до 3 лет максимальное внимание зубам ребенка. Да. Максимальное внимание чистка утром-вечером ограничить. Не говорю, чтобы исключить, ограничить питание по углеводам. И желательно в ночное время. То есть углеводы и есть причина кариеса? Углеводы дают бактериям процесс окисления. Ну, я думаю, что это да. И учитывая того, что сейчас углеводов изобилие на всех прилавках, и мы не знаем меры, мы все хотим нашим детям дать все самое лучшее, а они хватают все красивое, красочное. И маркетинговый ход. Сейчас любой сутромаркетинг, куда не зайдешь, везде в первую очередь стоят углеводы, чтобы ребенок набрал. И кисломолочный продукт идет там далеко. Или вот самое основное то, что тебе нужно, оно там. Вообще, конечно, быть осознанным родителем, это нужно себя постоянно развивать, да? Потому что знать все и о питании, и правильные пищевые привычки своему ребенку внедрить с самого маленького возраста. Динара, вот сейчас на данный момент у нас век информации, очень много. И хотя бы знать ту информацию, в которой ты постоянно соприкасаешься. Сейчас распространенность кариеса занимает, наверное, из 100%, 80% они пораженные кариесом, все нуждаются в лечении. Не только по кариесу, по периодонтиту. Поэтому это надо прям родителям, те, которые планируют, или те, у которых есть дети, начните с хорошей гигиены. Да, вы будете давать приводы. Хорошей гигиены, вот что нужно, как нужно чистить зубы? Нужно чистить... Во-первых, начнем с того, какую щетку покупать ребенку. Ребенку нужно подобрать ту щетку, которая ему удобная. То есть она не должна быть жесткой совсем, да? Она должна быть такой натуральной. И нужно искать такую щетку, где будет на одном сантиметре от 5000 волокон, чтобы меньше движений и больше очищений. Чтобы, ну и чаще всего, знаете, когда ребенок начинает чистить зубы, нужно ему это делать в игровом формате, да, он будет у вас вырывать, пытаться. Все дети хотят быть самостоятельными. Для него дать вот сюда щетку и ваша основная. Опять же скажу вам, что дети самостоятельно не смогут чистить зубы. Почему? Потому что их моторика рук не разработана. Пока они не научатся бегло писать, а это происходит только в 9 годах, вся ответственность по гигиене ложится на родителях. То есть нам нужно самим, да, получается? Чтобы и добраться до жевательных зубов, да, то есть и все зубки почистить. Здесь, чтобы ребенку... Он начинает этот процесс очищения. Очень много сейчас, так как это проблема не только нашего Казахстана, это проблема была глобальная, да. Много производителей по пастам, по щеткам для нас изобрели, для родителей, индикаторы. При окрашивании этот индикатор или синего цвета, да, или розового цвета показывает там, где есть бактериальная пелликула. Если абсолютно у нас чистые зубы, то он не окрасит нам. Он покажет только пелликулу. И родители будут видеть. Если сделать эксперимент, покрасить и дать ребенку щеточку, то он не сможет сорвать всю эту пелликулу. Это может делать только родители. К сожалению, у нас в Казахстане, вот мы сейчас с вами говорим о детских зубах, но вы, наверное, как стоматолог с большим стажем сталкивались и со взрослыми, которые элементарно не знакомы с гигиеной, да? Это есть тоже. То есть это у нас, получается, такая масштабная проблема. То есть казахстанцы не чистят зубы. Не недооцениваю ситуацию. Даже я по своей вере встречаюсь с сестер, да, которые пять раз принимают омовение, но не чистят зубы. Представьте. То есть не чистят зубы утром и вечером? Вообще их техника чистки у них не привита. Поэтому это надо прям глобально. Тот стоматолог, к которому вы пришли, он должен начинать с гигиены. Только тогда все, что он вам произвел, будет служить годами. Ну, наверное, по крайней мере, тому стоматолог, который вы придете и начнет с гигиены, то это будет стоматолог ваш. Он не заинтересован в том, чтобы вы от него постоянно зависели. Он заинтересован в том, чтобы дать этому пациенту функцию желания. Долговременную. Давайте поговорим с вами о брекетах. Потому что я сейчас вижу, ну, не только подростков, да, я вижу взрослых людей, там, 45-летних, 50-летних, которые носят брекеты, да? То есть это, получается, упущение опять. Это упущение. Это упущение и то, что они недооценили свою ситуацию. Их родители, видите? И тот родитель, который носит брекет, он всегда приведет своего ребенка, потому что это у него наболело. Он всегда приведет своего ребенка и скажет, Маржан Маратбек, сделайте максимально все, чтобы он не носил эти брекеты. Чтобы каждый молочный зубик достоял свой срок. Если даже была потеря молочного зубика, то нужно восполнить съемным процедированием или фиксатором. И ношение брекетов приводит тот родитель, который одел брекеты, это он опять же одевает не для красоты, а чтобы вернуть свою функцию, правильную функцию пережевывания. И чтобы... Чтобы сдвинуть зубы в правильном направлении, да? Чтобы выровнять лицевой аппарат, да? И чтобы исключить сколиоз. Да. То есть от твоих зубов зависит позвоночник? Позвоночник. Все в организме взаимосвязано. Если он начнет правильно дышать, благодаря тому, что он расширил верхнюю челюсть, проносил аппарат расширяющий, установил брекеты, он будет вдыхать полноценно воздух, и во его организм будет поступать полноценно кислород. То есть все начинается с зубов, получается? Все начинается с зубов. Все. Когда к вам приходит педиатр, всегда педиатру должен осматривать не только свою проблему, да? Температуру измерил. Что они еще? Вес, рост. Слушают всегда. Да. Дыхательные пути послушали. Горло смотрят. Горло смотрят. Но про зубы я никогда не слышала. Это неграмотность. Ну, никогда, никогда я не слышала. Про чистку зубов. Про чистку зубов я никогда не слышала. Вы сейчас говорите о педиатрах. Я, честно говоря, вот вспоминаю, ни разу не слышала, ни с Даниалом, ни с Дианой, чтобы мне кто-то говорил про чистку зубов. А если бы... То есть это говорили в детской стоматологии, ну и тоже вот прям не сажали вот так вот, и лекцию мне никто не читал. Давайте поговорим о наркозе в детской стоматологии, потому что мы часто слышим разные истории. Именно в нашем, ну, с летальным исходом. Ну, в столице в том числе, да, вот ваши коллеги. Удивительно, что эти клиники продолжают работать, да. На самом деле родитель, он же не знает, да. То есть он идет в стоматологию, ведет своего ребенка, и он доверяет... Он идет на рекламу. Он идет на рекламу, на маркетинг. Он доверяет своего ребенка врачам с полной уверенностью, да, что врач знает, что делает. Вот что вы думаете о детском наркозе? Именно в нашей клинике без наркоза, с детьми малого возраста не обойтись. Лечение с удержанием, мы против этого. Потому что при лечении с удержанием мы можем сформировать на фоне стресса даже элементарно сахарный диабет. На фоне стресса. Удержание это когда ребенка привязывают и... Удержание, да, и лечат, да. И опять же, при удержании никогда нельзя дать качество. Почему? Потому что при парировании очистка ткани будет хаотичная. Будет сноситься и здоровые ткани, и нездоровые ткани. Это будет... То есть это будет в каком-то стрессе, да? Да, это будет состояние аффекта. И в итоге это все же выпадет. Это все выпадет, ребенок получит стресс, но мама, как говорится, избежала наркоз, но не избежала, не дала функцию правильную. При чистке останутся какие-то ткани, и они будут дальше гнить. Может быть, он будет сжевать этим зубиком, но инфекция никуда не ушла. То есть наркоз все-таки необходим? Он необходим. Но опять, да, какой наркоз и кто его будет ставить? Но это же не внутривенный у вас. В нашей клинике внутривенный наркоз мы не вводим, потому что он выводится через печень, через почки, он дает галлюцинации, головные боли. Он токсичен, да. Если использовать газ севаран, да, именно в чистом виде, если у него есть сертификат качества, то тогда можно смело доверять этой клинике. Это подает врач. Севаран называется, да? Севаран, севофлюран. Этот газ подает анестезиолог. Он подается на специальном аппарате. Газ севаран – это жидкое вещество. Когда мы заливаем его в испаритель, в аппарат, то тогда он уже видоизменяется и дается уже в газообразном виде. Когда ребенок его вдыхает, он поступает в организм, и опять же, он неустойчивый в организме. Пока мы его подаем, он спит. Как только подача газа закрывается, ребенок просыпается, его контролирует врач. А все, что попало в вену, обратно уже не забрать. Поэтому и опять же, газ севаран, который контролируется анестезиологом, он безопаснее. А как он подается? То есть ребенку уже нужно открыть челюсть? Нет, через дыхательный путь. То есть это какие-то маска? Маска, да? Маска – это дается ребенку. Родитель сидит рядом, мы включаем мультик и подаем. У него есть свой специфический вкус, такой духов каких-то невкусных. И есть некоторые эти сопротивляются. То есть, смотрите, как только ты вдохнул этот газ, ты сразу засыпаешь, да? Засыпаешь, это называется спонтанный вдох. Как только ребенок засыпает, маска, мы дожидаемся хирургической стадии. И после того, как ребенок уснул, ставится трубочка в трахею. Трубочка в трахею и обеспечивает постоянный поток газа, дает доступ. Если эта маска, она же закрывает полностью, да? Да, да, да. И у стоматолога нет доступа. А когда у нас стоит трубочка в трахеи, тогда спокойно работает врач-стоматолог. Но это на какой период времени? Ограничений здесь нет. То есть, это и час может стоматолог поработать, и 30 минут? Максимальное, что вообще допустимо в нашей клинике, по протоколу нашему, да, это примерно около 3-4 часов. О, ничего себе. Да, это... Но это безопасно, да, вот этот газ-северан для детского организма? Газ-северан для детского организма безопасно, потому что он улетучивается с организма через 40 минут. Выводится он через... Маржан, но вы отказались от внутривенного наркоза, да? Отказались. Я им изначально и не работала. Ну, а почему некоторые клиники работают с внутривенным наркозом? Потому что он доступен. И он дешевле, да? Он дешевле, он доступней. И на них, наверное, и спроса меньше. Сейчас очень редко кто дает этот венозный наркоз. Наверное, больше всего потому, что он просто дешевый, и все. Но вот эти вот летальные случаи, это внутривенный был наркоз? Нет, там случай был, наверное, добавление. Они используют с примесью, не в чистом виде. Тоже газ-северан? Тоже газ-северан, но была ситуация с примесью, местной анестезией. То есть местная анестезия плюс... Что произошло у нас в Казахстане, на Ушултане, вот здесь вот, да, эта проблема может произойти в каждой клинике. Потому что на местную анестезию может дать любой ребенок реакцию. Здесь нужно делать... А какой смысл ставить местную анестезию, потом еще давать газ-северан? С целью экономии газа. То есть газ-северан сам по себе, он дорогой, да? Да, он дорогой, и с целью экономии газа, его ставят местную анестезию. Если у ребенка нет на него аллергию, то этот протокол и есть. Ему даже очень удобно работать некоторым врачам. Но исключая проблем, исключая риски, лучше отказаться. Но вот в нашей клинике это отказано. Вообще вот я часто слышу именно на анестезию, да, всегда есть реакция. Вот недавно в Алмате тоже во взрослой стоматологии произошел случай, когда невеста пошла вот перед свадьбой удалять свой мудрый зуб, что ли, зуб мудрости. И тоже с летальным исходом. То есть как вообще проверять анестезию? Анестезию... Нужно сдавать аллергопробу. Аллергопробу, здесь опять же идет вопрос такой. Есть два вида сдачи аллергопробы. Идет ликопедический тест, так это когда вам делают просто царапину, и на царапину наносят этот препарат. Допустим, убестезин, да? И наблюдает в течение 20 минут. А есть, когда родители сдают внутривенно кровь, кровь, и убестезин уже капают не на ваше тело, да, а на вот эту кровь. И наблюдают за ней 3 дня. Ну, это мало кто делает. Это мало кто делает, да? Даже в стоматологиях редко кто делает царапину и проверяет. И опять же, есть у нас иммунная система наша очень умна. В первое посещение, когда приходит, в первый раз ребенок, мы можем смело работать с анестезией, потому что на тот препарат, который ввелся в первый раз, наша иммунная система никогда не выработает антитела. Она просто запомнит. Она запоминает, а на следующий день или на следующий раз может уже выработать готовые антитела и дать аллергический шок. Поэтому второй раз. Здесь родители тоже должны быть очень грамотны. Второй раз. Они должны сказать, Маржан Маркбек, мы в прошлый раз ставили местную анестезию в первый раз. Это по второй раз. Здесь нам аллергический тест нужно сдавать? Обязательно. Кожный тест уже для того, чтобы исключить аллергию. Вы делаете кожный тест всегда? Мы кожный тест... Я не доверяю этому кожному тесту. А что вы делаете? Мы направляем на аллергопробу. То есть вы усложняете жизнь родителям? Мы усложняем жизнь родителей, да, и исключаем аллергический фактор. Но вы подходите так грамотно. Потому что я уже с этим столкнулась. Эта проблема была. Я работаю в детской стоматологии 10 лет и видела, что такое аллергический шок. Мы направили в одну из клиник, где я была главным врачом, направили на ликопедический тест. Они принесли нам отрицательный убистезин, но у ребенка пошел отек. Хорошо, благо. В каждом кабинете есть преднизолом. И тот врач, который вел, он молниеносно среагировал. И мы избежали. После этого мы полностью исключили экопедический тест. Вот, кстати, не во всех клиниках стоматологических, даже взрослых, потому что детских клиник у нас вообще мало, не во всех клиниках есть реаниматологи, или как врачи, которые знают, что если вдруг произойдет какой-то форс-мажор, и человек встанет плохо. Потому что я сколько как журналист читаю, то есть почему не оказана была первая помощь, потому что, я так понимаю, некому было оказывать эту помощь. Поэтому в каждой детской стоматологии те, которые работают с наркозом, у них в штате должны быть анестезиологи, и они должны присутствовать. У вас есть анестезиолог в штате? У нас три анестезиолога. Три анестезиолога. Они работают по своей смене, и каждый специализирован на своей системе. Есть анестезиолог, который работает в каждой хирургии. Вообще, мне кажется, в идеале, Маржан, когда каждый человек занимается своим делом. Вот вы стоматолог с большим стажем, и вы открыли свою стоматологию, да? Чаще всего открывают стоматологию, но люди просто как бизнес, да? Да, это тоже есть. И они не разбираются. Условно я, например, вообще ничего не знаю. Я не лезу туда, потому что это не мое. То есть я не врач, не медик. Я поняла, что хейер-стилист, условно, может открыть свой салон красоты. И не навреди, пожалуйста. И не навреди, да. Но все-таки все, что касается именно твоего здоровья, и здоровья других людей, да? Нужно. Нужно, чтобы все-таки... Вот вы стоматолог. Или хотя бы иметь главного врача, сильного, именно этой специфики. Может быть, он не будет, руководитель, иметь высшее медицинское образование, но рядом с собой он должен иметь хорошего, сильного главного врача. От главного врача идет вся система в клинике. Как вы в целом оцениваете уровень сервиса, вообще уровень стоматологии в Казахстане? Ну, сейчас Казахстан ничем не уступает ни Европе, ни... Мы полностью стоим. То есть у нас то же самое оборудование, да? То же самое оборудование. Те же самые препараты, да? Те же самые препараты. Только немного, конечно, жить, может быть, даже и в нашем Казахстане, это лечение с микроскопом, да? Сейчас микроскоп стоит в каждой клинике. С микроскопом, с винирами. Они в Казахстане более доступные, чем за рубежом. Поэтому и за рубежом, учитывая, что это очень дорого, у них очень развита профилактика. Потому что, чтобы попасть к стоматологу, допустим, в Австрии, когда я была на специализации, это был май месяц, очередь была на октябрь. И родители никого здесь не обвиняют, ни государство, да, ни детского стоматолога, ни воспитатели. Они сами на себе несут эту ответственность и чистят зубы. И они, потому что записаны в октябре, стоматологу, на осмотр. То есть у нас лечить зубы намного дешевле, поэтому люди спокойненько относятся к тому, что у них там кариес, и они ходят, пока свищ не появится, да? Да, да. Если сравнить, я тоже очень долго задумывалась, почему в Австрии очень сильно развита профилактика. Потому что... Деньги. Это выйдет им, примерно, если они будут лечиться под наркозом, ну, как, наверное, трехкомнатная квартира. Что даже Австрии себе не позволит этого. Страховка этого не покроет. Вообще, конечно, я поняла, что вообще все, что... Когда бьют рублем, да, вот у нас Сергейки поставили, все начали ездить ровно. Дисциплина должна быть. Дисциплина, да. То есть, когда ты знаешь, условно, что вставить зуб стоит там полтора-два миллиона тенге, то ты будешь делать все, чтобы этот зуб спасти, да? Но на самом деле, вот это же на самом деле несложно, да? То есть, появился кариес, нужно сразу идти, его же легче быстренько там вычистить, пока маленькая точечка. Полечить в пределах эмали, донтина, и все. А не доводить до состояния. Или если вот посидеть, да, обсудить родители, почему вы довели до такого состояния? Вы понимаете, что это очень чревато. Сейчас, на данный момент, вы возлагаете на ребенка то, что он эмоционально не выдержит. Не выдержит пролечить 8 пульпитов. Даже взрослый не выдержит этого состояния. А вы вот это все возложили на маленького беззащитного 4-летнего ребенка. Это безответственность? Это безответственность. Это... Чаще всего это городские жители или жители из регионов? Когда я работала в компании Дент-Люкс, Орумбасар Багажайч всегда задавал вопрос. Судя по твоим зубам, как будто ты приехала ко мне с колхоза. Представьте, он говорит, как будто ты приехала ко мне с колхоза, где нет, говорит, щетки и пасты. Это Астана. Астана, где есть у каждого ребенка и вода, и щетка, и паста, но нет желания. Но нет дисциплины и нет намерений. Потому что он оценивал статус детей больше по зубам. А если ребенок хорошо вычищал, он всегда оценивал это как дисциплинированно, как воспитанно. Вот ты прям как в столице живешь. А те, которые с пульпитными зубами приходили, огромные полости, нечищенные зубы, какой-то албайский как будто бы. Вот так он говорил. И его родители, ему сейчас на данный момент 80 лет, к нему была огромная очередь, и все его любили. И любят. И хотят к нему ходить, но только вот сейчас из-за своей старости он уже все, не принимает. Образование, да? То есть самое главное это образованность. Знаете, у него была практика в Германии. И даже у него была практика в Германии, они какой-то период с супругой жили, уже тогда у них была профилактика на первом месте. Я знаю, что в вашей клинике, в Дисней Дент, вы пока профилактику не проведете, ребенка в кресло не посадите, да? Да. Почему для вас так важно? Потому что, ну, казалось бы, это же ваш доход, да? Доход, да. И чем чаще у ребенка там болят зубы, тем шире карман. Тем увеличиваются, да, ваши доходы. Почему для вас так важна профилактика? В нашей клинике самое главное это для того, чтобы все, что мы дали, служило во благо. Это в первое. Это наш девиз в нашей клинике. И когда мы донесем до родителей, что для нас дать красивую улыбку ничего не стоит. У нас есть все условия, у нас есть все материалы, у нас нет дефицита, ничего. Все мы им обеспечим, но будут ли родители правильно эксплуатировать все, что мы дали ребенку, чтобы потом то лечение, которое они провели, не износилось от неправильной эксплуатации, от нечистки или от того, что они не чистят зубы. Если окислительный процесс разъел абсолютно здоровую эмаль, то что ему стоит разъесть химическую связь пломбы? Ничего не стоит. Поэтому, чтобы мы избежали все конфликтные ситуации, мы лучше эту всю информацию донесем, родителей обучим, и потом, да, это будет наш довольно счастливый пациент, который будет благодарить нас определенное время. Но вообще лучше ребенка водить, наверное, в одну клинику, да? Чтобы к одному врачу, чтобы была какая-то история. Перед тем, как привезти в клинику, да, родители должны обратить внимание, есть ли у них вообще картотека. все, что они ввели, все, что они производят, чтобы все было записано там, если это все есть. И если, когда они входят в стоматологию, нет Советского Союза запаха мышьяка, то можно этой клинике тоже доверять. Нет запаха формальдегида, то этой клинике можно тоже доверять. Вот основные критерии. Чем плохо мышьяк? Мышьяк... Помните, его же так спокойненько могли зубик положить и закрыть. В три посещения мечи. Да, да, да. Мышьяк это, если сказать простым народным словом, он убивает нерв. Убивая нерв, потом тот нерв, который остается в корневой системе, накладывают формальдегид. Он делает остаток нервом мумификацией. И этот формальдегид находится все это время, пока есть этот зубик. Если этот зубик у нас служит 5 лет, и из 20 зубов запломбировано 8 зубов по формальдегиду, то тогда у этого ребенка обеспечен аллергический фактор. О-о-о. Да. Формальдегид не должен циркулировать в крови. Формальдегид может привести предраковым заболеванием. Уже опять же, видите, все зависит от зубов. Почему сейчас онкология очень сильно развита? Потому что ранее... А как узнать, у меня есть формальдегид или нет? Я просто еще с советских времен лечу зубы. То есть, скорее всего, у меня тоже... Это ваш терапевт? То есть, может быть, одна из пломб... То есть, лучше заменить, да? Лучше заменить, лучше перелечить. То есть, старые, получается, пломбы, лучше заменить на новые. Да. А обычно формальдегидные зубы, они окрашены в розовый цвет. Об этом знают. Нужно использовать нашему ребенку... Ребенок, это такой, знаете, у него нет определенного шаблона. Он постоянно меняется. У него нет даже определенного веса, да, и высоты. Они через полгода уже 22 килограмма, 25 килограмм. Быстро растут, да. Это растущий организм. И в этот период нужно использовать только биологически совместимые материалы. Сейчас на данный момент используют кальций. Кальций замешивается на дистиллированной воде. И когда лечат в одно посещение, нерв убрали, запломбировали каналы. Но он немного в серый цвет окрасится. Но это лучше, чем зная, что у тебя будет когда-то аллергический фактор. Поэтому от формальдегида я отказалась, наверное, уже года 6, не используя его в своей практике. И нужно искоренить это в Казахстане. Честно говоря, я вообще не знала никогда о том... То есть это вот опять... Я полностью доверяю врачам. Я прихожу, и вот честно, я не спрашиваю, из какого материала делают пломбу. То есть ты просто доверяешь. Просто доверяешь. А вдруг там формальдегид? И получается, вот вы сейчас мне сказали о том, что циркулирует в крови. То есть получается, пломба, она... То есть эти частицы пломбы попадают в кровь? Ну да. Периодически, все время? Периодически, постоянно. Потому что этот зубик же нервируется. Если идет иннервация, значит, он переплетается с кровеносными сосудами. Иннервация никогда не идет одна. И вот. И Динара. Это больше, наверное, используется формальдегид в детской стоматологии. Не во взрослой среде. Сейчас все, чтобы взрослые стоматологи сидят на микроскопе. Почему я не подключаю взрослых к себе в клинику? У меня только детская стоматология, и я буду придерживаться этого периода до тех пор, пока я не оснащу клинику микроскопом и не оснащу клинику второй стерилизацией. Потому что детские инструменты должны стерилизоваться только с детьми. Взрослые инструменты чаще всего должны быть. А какие риски, когда и детская стоматология, и взрослая стоматология, когда все это? Ну, тот же самый гепатит B. Ну, чаще всего распространяется же он среди стоматологов. Тот же самый гепатит B может быть. А во взрослые, те, которые совмещают, они, наверное, скорее всего, нужно, чтобы родители спрашивали, можно мне использовать одноразовые инструменты? Одноразовые инструменты — это те, которые входят в канал, не которые вот зеркало-зонд. Это и что, то и происходит. Когда я подключу взрослые отделения, значит, у меня будет микроскоп, у меня будет второе ЦСО, и у меня будет одноразовый эндоинструмент. Мне нравится, как вы подошли вообще к своей клинике, да? Ну, во-первых, она у вас очень красивая. Огромная. Огромная, да. А во-вторых, мне нравится, что вот так вот скрупулезно все, прям у вас там все по полочкам. Когда зародилась мечта открыть свою клинику? Знаете, чтобы открыть свое, я всегда, у меня был блокнот, и я все записывала, все, что будет происходить у меня в клинике. Я знаю, что такое местная анестезия, и когда местную анестезию детям ставишь, у них чувство не менее сохраняется два часа. Вот здесь вот немеет. И без конца говорить «не кусай губу, не кусай губу» — это тоже тревожно для родителей, да? Или здесь просто нужно его отвлечь. Отвлечь от этой деревянной губы на что-то другое. А что дети любят? Это мороженое они любят, да? Это леденцы. Вот этот момент я записала, что у меня будет мороженое, и мороженое будет именно, которое у нас в клинике, он будет бесплатно и безмерно. Потому что она пришла, героически пролечила зуб в 4 года, которое даже ее родитель бы не смог сделать, но она это сделала. И за это нужно прям вознаграждать, всегда говорить. Вот знаешь, даже я в 4 года вот такое не сделала, но ты сделала. Вот надо хвалить постоянно детей. И, конечно же, это должно быть так в меру, полечились, потом немножко эндорфина получили от мороженого, да? Глюкозы подпитали мозг, все. Уходит ребенок довольный, и он будет ждать следующего посещения. Но опять же, вот это вот психоэмоциональное состояние, где мы можем задобрить, предрасположить, это только, наверное, с 3-4 лет. Поэтому родителей сейчас я прошу, дайте, пожалуйста, гигиену, чтобы мы начали детей лечить не с 1,5 года, не с 2 года, а хотя бы с 3-4 лет. Чтобы не было огромных потоков на наркоз, чтобы не было таких рисков. Наркоз обычно это когда у ребенка там несколько зубов, да? И вот в 1,5-2 года, но это совсем, наверное, когда за ребенка вообще не смотрели, что в таком возрасте ему приходится под наркозом несколько зубов лечить. Полную челюсть, можно сказать. Полную челюсть лечат. От верхней челюсти труднодоступно для родителей. Но чаще всего, если спросить, они вообще не чистили зубы. Они спрашивают, а надо лечить. В 2-3 года, да? Вот сейчас можете... Если логически подумать, Динара, да? Вот как может в 1,5 года ребенок наесть себе кариес? Вот как он это может? Он не грызет, да? Тем более, что до года, как правило, ребенок сосет... Только грудь. Только грудь, да. Да. И значит, здесь идет проблема в чем? Что эта грудь, она идет безмерно. Ребенок висит всю ночь на груди. Вот всю ночь висит на груди. Здесь 9 месяцев уже нужно подключать ребенка к общему столу. И потом, опять же, детские стоматологи рекомендуют отнять от груди, чтобы ребенок ночью спокойно спал и получал минерализацию. Та, которая должна происходить. Но она не происходит, потому что он постоянно... А что происходит, если ребенок условно в 2-3 года не чистит зубы, постоянно ест эти углеводы? И вот что происходит с его зубами? Происходит процесс окисления в полости рта. PH слюны меняется в кислую сторону. И если это происходит химическая реакция, в кислой среде всегда будет убывать гидроксиапатит. И будет идти не ре-минерализация, да, или минерализация. Будет уходить оттуда, убывать. То есть в 3 года ребенок может потерять все зубы, которые только должны были у него выйти, да, все молочные зубы? Да, он может остаться инвалидом. Без зубов он будет инвалидом. Как его по-другому назвать? Ни одну... Он не может сам себя обеспечивать едой, потому что он зависит от блендера. Есть родители, которые пережевывают пищу, да, своему ребенку. И он не может объяснить, что он хочет, потому что его речь невнятная, его понимают только родители. И есть... Я прям лично вижу своих пациентов, которые не ходят в сад, потому что он не может кушать ту пищу. Он может только вот эту вот готовую пищу глотать. И когда челюсть наша не жует, да, не выполняет свою нагрузку, она и не формируется. Ребенок такое маленькое лицо. Это только... Если мы не искореним и не подключим профилактику кариеса, то мы придем и к такому, что будет ребенок уже в 3 года, в 4 года останется без зубов. В общем, сегодня благодаря Маржан мы узнали о том, что молочные зубы требуют особого ухода. А мы, многие родители, думаем, что молочные зубы это такой временный промежуток, который нужно как-то так прожить, а там ребенок как-то сам закрыть глаза. А вот потом, когда выйдут постоянные зубы, там уже надо подключать щеточку, зубную пасту. Но уже ребенок вырос, и он уже не понимает. Он уже сформировался, он уже личность. Он все это время не чистил зубы и не будет чистить зубы. Поэтому нужно подключать гигиену с первых дней. Я думаю, что сегодня, после этого интервью, многие прямо сейчас побегут в детскую стоматологию, лечить детям зубы, научат своих детей чистить зубы утром и перед сном. Я приглашаю всех в Дисней Дэн, потому что я вижу, как Маржан живет своим делом, что действительно вы можете научить детей, то есть даете эту культуру. Я очень надеюсь, что благодаря вам, Маржан, в вашей работе, вот эта культура, она приживется. И она будет не только в столице, в мегаполисах нашей страны, но она будет во всех регионах. Поэтому, уважаемые родители, послушайте, Маржан. Я вот честно сегодня только узнала о том, что вместе с кариесом, то есть с пищей, вся эта инфекция попадает в организм. Это же ужасно. Сейчас я понимаю, что на самом деле все взаимосвязано. Даже сколиоз, вы говорите, может появиться, только потому что у тебя там отсутствует какой-то зуб. Потому что вы перегрузили. Вы перегрузили этот участок. И если идет перегрузка, значит идет перегрузка и в позвоночнике. Как часто нужно ребенка вводить стоматологию для профилактики? Каждые три месяца. Но вообще для того, чтобы сейчас в нашем Казахстане более-менее отрегулировать, я думаю, что нужно будет обучить больше детских стоматологов. Потому что не каждый может позволить нашей клинике лечиться недешево. Потому что сейчас, на данный момент, я могу контролировать одну клинику. И я взяла всех врачей со стажем работы. И использую самые лучшие материалы. У вас дорого, но качественно? Дорого, качественно, обоснованно. И сейчас, на данный момент, чтобы все это искоренить в Казахстане, нужно, наверное, подключать больше семинаров. Сейчас готовлю лекцию по детской стоматологии. Чтобы ко мне приехали мои стоматологи детские с разных городов сделать более доступную цену. и открыть еще одну клинику по госдотации. Чтобы она была более доступная, да? Чтобы она была более доступная. Но там тоже будет этот газ, да? Он в этот момент, возможно, я буду использовать с примесью. Потому что я не смогу его без примесей давать за ту цену, которую я могу себе позволить. Альтернативы нет, да? Здесь будет, возможно, примесь с местной анестезией, но с аллергопробы. Без аллергопробы мы без аллергопробы не сможем дать качество, не сможем дать безопасность. И чтобы эта аллергопроба была достоверной, возможно, лаборатория даже будет в нашей клинике. Вот своя лаборатория, которая дает стопроцентно. Это будет тоже Дисней Дент? Нет, это будет другое название, потому что у них будет ассоциация. А какой Дисней Дент? Я об этом только думала. Если я уже придумала название, это будет другое название, другое расположение, более доступно. Там будут врачи стаж работы 1-2 года, но обученные моей методикой. И самое главное, у них будет любовь к детской стоматологии, правильный подход. Мы будем выделять не как в госклиниках по 20 минут, чтобы, как говорится, забить туда мышьяк. Час времени будет выделяться каждому ребенку. Также будет мороженое, но материалы будут дешевле. Оборудование будет более дешевле. А до какого возраста вы принимаете Дисней Дент? Ограничений у нас нет. Примерно до 18 лет это наш пациент. Тогда я к вам и Диану, и Даниала приведу, потому что я хочу, чтобы вы вот ту лекцию, которую мы сегодня получили от вас, чтобы они тоже услышали, потому что дети не воспринимают, к сожалению, родителей, но когда им говорит врач, эксперт, они это запоминают на всю жизнь. Да, и сейчас я еще хочу прям в этом эфире довести до всех тем, кому не безразлично дети и их формирование, те руководители, которые владеют садами, школами. Пожалуйста, подключите к себе детского стоматолога. Внедрите, пожалуйста, это, чтобы дисциплина была со стороны школы, со стороны детской стоматологии. И тогда мы сможем достучаться до нашего сознания, до сознания родителей, до сознания детей, что профилактика — это самое главное. Чтобы индекс, который сейчас на высоких уровнях, спустить до 50, это реально. Я благодарю вас за эфир, за очень такую интересную лекцию. И, честно говоря, мне стыдно, что я тоже довела своего ребенка до того, что у нее нет зуба у Дианы. Я все надеюсь, когда же он выйдет. А на самом деле я никогда и не задумывалась о том, что мы в ожидании, когда этот зуб вырастет постоянно. А вот не доводить — это главное. Поэтому я думаю, что после этого эфира многие задумаются и в первую очередь побегут за зубной щеткой, хорошей зубной пастой. И во вторую очередь побегут к детскому стоматологу для того, чтобы проверить. И действительно маленькую черную точку легче вылечить, чем уже, скажем, серьезно, глубоко заниматься лечением зуба. Я тоже думаю, что после этого эфира родители подойдут к гигиене, профилактике более осознанно. И будут идти нову со временем. Только тогда он будет считаться современным человеком. Друзья, вы смотрели Жесухпад. И сегодня вместе с нами была детский стоматолог Маржан Марабек.